Но перед началом этого ролика советуем посмотреть видео, которое мы сделали год назад в ЧП в Владивостоке, на острове Русский. 30 автомобилей, более 30 автомобилей массово ушли под лед. То есть ссылочка на это видео будет в конце этого ролика и в начале этого ролика вылезет ссылочка наверху. Поэтому заходите, не стесняйтесь, будет интересно. Почему советуем? Потому что начался сезон рыбалки, подледной ловли, у нас уже несколько человек утонуло и уже довольно много автомобилей провалилось под лед. Поэтому смотрите. Ребят, всем привет! Находимся на авторынке Зеленый угол. Сегодня у нас такая будет необычная стоянка. Посмотрите, находимся на самой сопке, на самом верху. Весь рынок практически как на ладони. Я к чему веду? Многие приезжают и в принципе вот на вот эту стоянку не поднимаются, потому что многие о ней просто не знают. А машины здесь есть, а машин довольно много. Сейчас мы с вами посмотрим, что там продается и сколько она стоит. Итак, как сюда попасть? Есть несколько вариантов. Перед рынком, вон там заезд на рынок, перед заправкой направо. И здесь идет одна грунтовая дорога. Наверх, 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 вокруг. Ну и, собственно, попадаем мы с вами на вот эту вот стоянку. Второй вариант через пятую стоянку, через низ. Обустроены вот такие вот лесенки. Попадаем опять же сюда. Ну и третий вариант. Через вторую стоянку ориентируем трубы. То есть на авторынных Зеленый угол въехали. Проходим трубы. Сразу поворот направо. По грунтовочке вдоль рудов поднимаемся наверх. Ну и, собственно, опять по лесенке, по лесенке, по лесенке. И оказываемся мы здесь. Вот. Здесь как бы, ну, можно сказать, две стоянки. Вот раз стоянка. Здесь несколько продавцов. И вторая стояночка вот чуть подальше. Но туда мы с вами сегодня не пойдем. Сегодня именно здесь. Посмотрим по наличию автомобиля. Видим Accord, Voxi, Mazda, еще одна Mazda, Nissan Sirena, Honda Step-Wagon. Не везде сцены, поэтому мы немного прошли, поднаписали ценники. Итак, Mitsubishi Delica. Передний привод 2 литра. С Delica'ми все очень сложно. Автомобили 4WD, их просто-просто нет. D5, такой красивый цвет. 2013 год, 1 миллион 170 тысяч рублей. Автомобиль на зимней резине. Он без литья, повторители на штамповках. Задние двери у нас раздвижные, как знаете, сиденья у нас в чехлах. Автомобиль аукционный. Оценка 4 балла, пробег 112 тысяч, окрас по левой стороне, плюс замена передней левой двери. Климат-контроль, два подлокотника. Посередине, значит, столик, два подстаканника. Все по стандарту. Руль идет обычный, не кожаный. Левая дверь электро. Сзади стмошной ряд сидений, тоже все в чехлах. Комфортабельный, удобный, надежный минивэн. Микроавтобус. Такого я назвал джип-класса, да? Именно по проходимости. Большой клиренс. Я имею в виду, если 4WD. Вот D5 и 4WD постоянно спрашивают. Следующий автомобиль идет. Это уже кроссовер Nissan X-Trail. Конкурирующие автомобили между собой. Nissan X-Trail и Subaru Forester. По внешнему виду, почему-то многим нравится X-Trail, а по надежности всем нравится Forester. Итак, Nissan X-Trail. 2014 год, 1 миллион 425 тысяч. Комплектация не из богатых. Установлено литье, летняя резина. Он открытый. Салон, ну типа как кожаный. По факту это не кожа. 3,5 балла. Замена передней правой двери. Окрас переднего правого крыла. Окрас задней правой двери. Пробег 103 тысячи. Подогревы, горный тормоз, горный спуск, климат-контроль. Коробка передач, вариатор. Обязательно, прям обязательно проверяйте вариаторы на Nissan. Кто-то решил у себя приобрести. Давайте посмотрим немного Subaru Forester. Я сейчас сюда залезем еще. Комплектация, говорю, небогатая. Subaru Forester белый цвет. Вот это идет Dory Style. Неплохая комплектация. Туманки, сонары, омыватели. Xenon, датчики при столкновении. Система ISI, подогрев лобового стекла. 2013 год, 1 миллион 450 тысяч. Повторители, бесключевой доступ. Он у нас закрыт. Родное субаровское литье, кстати, литье стоит очень дорого. Двигатель 2-х литровый. Есть в турбоверсии. Кстати говоря, турбо Nissan Juke. 1 миллион 110 тысяч, 16-й год. Турбо 190 лошадиных сил. У него датчик при столкновениях. Уши окрашены в красный цвет. Штатное литье. Бесключевой доступ. По салону также идут красные вставки. Анти-юз, датчик при столкновении. Движение по полосе. Зеркала регулируются, складываются. Дуйки, кожаный руль. Прошитый красный строчкой. Сиденья такие интересного плана. 2 подстаканника, тот же самый вариатор. Тоже нужно обязательно проверять. Но мне вот как-то жуки не нравится. Это более такой женский вариант. Плюс мне не нравятся вот эти русские. Как навязали. Высоко, далеко тянуться. И сзади маловато места. Детям, да, спору нет. Детям будет отлично. Но взрослому будет мало места. Багажное отделение. Посмотрите, в каком состоянии багажное отделение. Пойдем посмотрим. Аукционик. 4,5 балла должен быть. Кнопка GLONASS. Так понимаю. Аукционик. Аукционик есть. Четыре с половиной балла. Пробег 76 тысяч. Кузовщина. Кузов у автомобиля целый. Кстати, что касается аукционных листов. Надо проверять. Особенно USS. Аукционы. Mitsubishi Outlander. Гибридная версия автомобиля. Туманочки. Хром. Решетка, я имею ввиду. Тоже штатные литые диски. Ну, клево они смотрятся, конечно, диски. Хорошая резина. 13-й год, полтора миллиона. Стоит данный автомобиль. Кстати, сегодня проверяли он того вот лендера. Был куплен. 118 тысяч пробег. На нем был. Есть. Интересная дверная карта. Кожаная вставка. Такая серенькая вставочка интересного плана. Здесь идет две накладки. Чистейший, аккуратный салон. 4 ВД. Блокировка. Вот такого плана. Ручка переключения передач. Климат-контроль. Полный мультируль. 114 тысяч пробега. Сюда вижу. Кожаный руль. Кнопка старт. Смотрите, в каком состоянии. По частоте автомобиля аж садится. Не хочется туда. А вот лендер, что мне нравится вот лендеров. Посмотрите, сколько места. Сзади очень много места. Я имею ввиду между коленом и спинкой переднего пассажира. Ну, так же водитель. Так, туда не пойду. Задняя дверь электро. 114 тысяч. Далее стоит минивэн. Toyota Isis. Черный цвет. Фары, линзы. Комплектация платана. Строгий аукцион. 875 тысяч. Автомобиль 2011 года. То есть, чем отличается платана от простой комплектации? Ну, по внешнему виду, это, конечно же, обвесы. Это уже идет рестайлинг. Рядом стоит еще один Nissan X-Trail. Комплектация побогаче, чем у Черненького. Есть даже регистратор, сонары, летняя резина, антенна выдвижная. Штатное литье, 1 миллион 475 тысяч рублей. Автомобиль 2015 года. Ну, X-Trail мы открывали. Не будем углубляться. Следующий автомобиль, это Toyota Harrier. Так, 2 литра сказал. Isis 1,8 идет. Toyota Harrier. Есть версии 2-х литровый, передний привод. Есть 2,5-е. Автомобили также есть 4WD. И есть даже трубовые версии. 15-й год. 1 миллион 985 тысяч. Бокам клево смотрятся на кладки Chrome. Штатное литье, тойотовская. Жирная летняя резина. Салон, дверные карты кожаные, сделано под дерево. Вот такой интересный ободок. 4 балла, 72 тысячи пробег. Есть окрас по правой стороне. Далее нужно смотреть. Смотрите, который автомобиль открываем. Прям чистенько, аккуратненько. Здесь тоже довольно много места для второго ряда сидений. Такого плана выезжает. Так вот, подстаканники. И хорошая багажная. Так, мы туда, наверное, не пройдем. Хорошая багажная отделение. Хорошая в плане по объему. Ну, а хорек такой, чисто городской кроссовер. Кнопка старт, багажник электро, круиз-контроль, полный мультируль. Здесь все сенсорное. На климате огроменная просто магнитола. 72 тысячи пробег. Далее идет полноценный микроавтобус. Но есть гибридные версии, как данный автомобиль. Есть 4 ВД. Соответственно, гибрид 1,8. А он закрытый. Гибрид идет 1,8. Не гибрид идет 2 литра. Есть комплектация, где второй ряд сидений сплошной. Есть, как два капитанских кресла, как здесь. Автомобиль тоже аукционный. 1 миллион 345 тысяч рублей. Еще один Outlander. Тоже гибрид. 1 миллион. Так, 500. 1 миллион 500 с чем-то. 1 миллион 510. Стоит вот такой вот Outlander. Так, ну, дальше мы с вами не пойдем. Ценники не написаны нигде. На сиенте есть ценник. Передок. Тоже минивенчик. 865 тысяч. Зимняя резина. По-моему, первый автомобиль, который у нас идет на зимней резине. Или я ошибаюсь. По-моему, я не ошибаюсь. Туманочки, повторители. Бесключевой доступ. Автомобиль открытый. Светлый салон. Ну, вот здесь немножко погрязнее. Возможно, он только пришел. Комбинированные сиденья, подстаканник, углубление. Тоже углубление идет. Что-то можно засунуть. Крючок. Вот так вот вылазит. Аукционный лист. Ижит. Три с половиной балла. 120 тысяч пробег. 120 тысяч пробег. Знаете, вот что удивляет? Многие пишут, ага, там хлам, покупайте японский с пробегом. Там по 80, по 120 тысяч электродверь с левой стороны. Да наш японский хлам переездит все на свете. Так называемый японский хлам. Хочу вам показать багажное отделение в Сиенте. Не улететь будешь куда-нибудь. Видите, в чем прикол-то куда? Многие даже могут, в принципе, не догадаться. Третий ряд сидений прячется под второй ряд сидений. Тем самым образуя просторное багажное отделение. Вот это все до весны у нас не растает. Так, в принципе, по всему городу. 123 тысячи пробег. Nissan DS4WD Turbo. Кстати, вот кому нужен K-Car? K-Car спрашивают, ну прям, прям частенько спрашивают, вот именно вот такого плана. Там DSN, Wagon еще, чтобы он был 4WD, еще и Turbo. Вот, ладно, там, ну, короче говоря, сложно их найти. Вот он стоит перед вами. Цвет такой фиолетовый. Фары, линзы, туманки, штатное литье, летняя резина, повторители. Робовое стекло идет родное. 480 тысяч. Клево, конечно, смотрится данный K-Car. Задние сидения у нас. Ох, ребят, сил нету. Ездят вперед, неудобно. Климат-контроль, подстаканник. Эх, вдруг ты что, замерз? Представляете, замерз. У нас холод, блин, просто жуткий вообще. Сейчас будем справлять. Очень холодно на улице. Камера спряталась в таком месте. Сидения раскладываются. Запаски нет. Зато есть донкрат и насос. Задняя часть автомобиля. Мультируль. Руль кожаный. Пробег 112 тысяч на автомобиле. Аукционный лист прилагается. Да, есть окрасы. По правой стороне. Зато честно аукционный лист и честный пробег. Они как все любят. Купить автомобиль с пробегом 20 тысяч. По факту там 1320 на нем. Видите, вон, стоянка, про которую я говорил дальше. Toyota Prius. Свежий, последний кузов. Цена. Цена не указана здесь. Но миллион, миллион плюс. Кстати, они есть 4 ВД. Дэйс. Ну, это понятно, что Кейкар 07. Я не сказал про двигатель. Вариатор. Сиента. Полторашка. Хонда Фрид. Фрид. Фрид Спайк. То же самое. Полуторалитровый. Все на вариаторах. Кроме 4 ВД. Toyota C-HR. Цены нету. Honda Vazel. Хорошая комплектация. Цена не указана. Автомобиль закрыт. Impreza. Темно-серый цвет. Тоже закрыт автомобиль. 950 тысяч. 15-й год автомобиль. Система ISI. Ну, все то же самое по этой системе. Да, как в Субаре. Кстати, вот Субаре стоит уже рестайлинг. Ну, далеко тут не увидите. Отличается он немного по салону. Вот. По передним фарам. И по задней части немного. Есть отличия. Он открытый. Не узнаете, что нравится. В них дверь так прям массивно открывается. Тоже чистенький, аккуратненький салончик. Кожаный руль. Круиз-контроль. Кстати, Субарики редко, чтобы был мультируль полный. Именно, чтобы было переключение магнитола звука. Подогревы задние есть. Так, не помню. Багажник открывал. Нет. На первом, по-моему, нет. Ну, и, собственно, мне нравится багажное отделение здесь. Именно по объему. Единственное, знаете, что мне нравится. Здесь есть перегородка. Есть комплектация, где есть задняя дверь электро. Вот этот перегородка мне нравится. То есть, поспать не поспишь в автомобиле. Рядом стоит еще один минивэн. Toyota Vish 1.8. Вариатор. Есть передний привод. Есть автомобиль 4WD. 865 тысяч. Штатное литье. Летняя резина. Он закрыт. И бесключевой доступ. Светлый салон. Так, это что такое? Это у нас стоит шаттл. 995 тысяч. Есть туманки. Красивый, интересный цвет. Датчики все присутствуют. Повторители. Также бесключевой доступ. Обвес. Тоже закрыт. Сонар есть. Это, ребята, идет полноценный гибрид. Рядом стоит Accord. Гибрид. 2 литра. Штатное литье. Хромированные ручки. Автомобиль у нас закрытый. Такой довольно комфортабельный автомобиль. Еще один Prius. Prius он закрыт. Такой молочный цвет. 16-й год. 1 миллион 210 тысяч рублей. Ну что сказать. Легенда, наверное, можно сказать. Про боксы с оксидой. Неубиваемый. Надежнейший автомобиль. Цена, правда, кусатов стала за такой автомобиль. 16-й год. 670 тысяч. Стоит он. На воротах здесь никаких нет. Все просто, удобно, ясно и доступно. Есть передний привод. Есть 4 ВД. Это у нас XV. 2 литра. Вариатор. Вот эти автомобили тоже идут на вариаторах. Предыдущие кузова были на автоматах. 1 миллион 190 тысяч рублей автомобиль 2013 года. Все 4 ВД. Есть гибрид, есть не гибрид. Так, ребят. Ну, вот такое вот у нас сегодня видео получилось. В принципе, обошли довольно много автомобилей. Понятно, что мы не все пооткрывали. На улице очень холодно. Вот, как видите, автомобили есть. Есть аукционные автомобили. Вот, не забывайте про вот эту стоянку. Еще раз покажу, где она находится. То есть, собственно, вон он, сам рынок идет. Вон он, вон он. А мы находимся на самом верху. На сегодня будем заканчивать. Не забывайте подписаться на наш канал. Обязательно поставить палец вверх. Поддержите нас. Всем пока.